здравствуйте мои любимые слушатели вы опять слышите лёшу халецкого а значит вы на канале лёша играет хотя может быть и на каком-нибудь другом канале не знаю не факт напоминаю что мне очень нравится когда вы комментируете мои видео ставите лайки и подписываетесь на канал а еще больше мне нравится когда вы рассказываете о моих видео всем кто вам встретиться на пути даете ссылки размещаете у себя там где-то в общем чем больше людей будет знать о моем канале тем мне и вам лучше потому что у меня будет стимул делать еще больше видео итак это уже шестое видео из цикла моего участия в дуэльном турнире напомню 32 человека стартовали в системе double elimination то есть чтобы вылететь из турнира вам надо два раза проиграть я уже один раз проиграл поэтому любой мой проигрыш будет означать выбывание из турнира на данный момент в турнире осталось 6 человек и я играю с никола он проиграл в полу финале а я напомню проиграл в четверть финале и теперь мы с ним поборемся за то чтобы войти в четверку сильнейших в общем кто выигрывает продолжит дальше кто проигрывает займет пятое шестое место путем вычеркивания специально чтобы не повторялись нации я вычеркивал тех нации которые уже играя за которые я играл и против которых играл и у нас получилось что я играю за рим а мой соперник играет за кельтов по моему опять мне повезло с нации рим очень сильная нация причем в начале игры и она очень сильна для расселения собственно через через ту систему по которой я практически все дуэльные игры и играл вот здесь вы видите я не отодвигаюсь от моря один ход я потрачу потому что мне кажется что вот это место на котором я сейчас поставлю город более классная во-первых а нет холма тут нету но во первых сразу я присоединю алмазы практически сразу когда открою шахты тогда присоединю алмазы и рядом будет гора что может понадобиться при строительстве обсерватории правда я во всех видео говорю что обсерватории может понадобиться и еще ни разу мы до нее не доигрывали так что это так постольку поскольку ну и вообще место довольно неплохое но опять же не думаю что для традиции а через рим я и не собираюсь играть традиции у него уникальная способность каждый город строит намного быстрее те здания которые уже построены в столице то есть очень классно как раз играть через большое количество городов ну пока я тут говорил кельты уже основали пантеон причем плюс 15 процентов к строительству чудес в древнем мире то есть явно ну мне так кажется что мой соперник попробует построить библиотеку или висячие сады а это значит что видимо традиция ну не знаю смотрел ли он мои предыдущие видео ну интересно будет опять против традиции поиграть во первых во вторых я вот нашел уже место для второго города вот тут очередная река и там находится пшеница в третьих обратите внимание на расположение рима он так довольно хорошо защищен от нападения но мы планируем тут не защищаться нападать меня в этом плане больше волнует какая территория моего соперника потому что в принципе обычно имеется определенный баланс то есть если у меня вот такая скалистая можно сказать горная цепь и защищающая меня от соперника то и у моего соперника вполне может быть такая же цепь и тогда ему через традицию очень даже и неплохо будет играть просто мне к нему добраться будет тяжеловато ну еще я открывал демографию обратили внимание у меня там и производства и денег было больше чем у моего соперника это значит что у меня немножко пока место для столицы получше чем у него то есть я не зря один ход потратил чтобы переместить своего поселенца но с другой стороны мой соперник играет за кельтов а значит он окружен лесами и у него то есть не то не такие классные пока луга как у меня но зато он эти леса во первых он уже получил пантеон то есть у него там с религией проблем никаких не будет во вторых он эти леса сможет вырубать под свои чудеса то есть он мало того что будет их быстрее строить за счет пантеона так еще и благодаря лесам будет их быстро тоже строить особенно ранние чудеса из античности так что интересно интересно как тут пойдет дальше и через что но я все-таки ставлю видимо что он пойдет через традицию да я с никола только один раз играл в групповой игре а вот он мы уже нашлись вот и он понятно что он где-то слева находится так что будет дальше пройти в групповой игре ну вот видите у него уже город в три жители это значит что он в руинах нашел бонусного жителя который переметнулся к нему гадость такая ничего это это все еще не страшно так вот играли в групповой игре и мы еще не доиграли но он там развился одним городом а потом пошел завоевывать всех и вся огромная армия которую наклепал в этом одном городе сначала вынес француза а потом следующим был я я играл заданию он правда меня не вынес но захватывал город потом ну в общем там я проигрываю по показателям но мы еще раз повторю не доиграли ту игру поэтому неизвестно как там дальше закончится дуэльную же я с ним никогда не играл так что это будет первый раз видите это подумывал напасть на дуболома николы но появился варвар внезапно и я решил что лучше постоять в защите потому что во первых я нападу на николу потом он на меня неизвестно у кого меньше останется хитпоинтов а варвар будет нападать на того у кого меньше хитпоинтов и я таким образом могу потерять воина на ровном месте так что лучше полечимся и постоим как видите я в риме аж двух подряд скаутов сделал потому что я увидел что местность довольно непроходимая и лучше мне разведать ее быстрее чтобы ну знать где находится мой соперник знать вообще как выглядит карта и как мне действовать дальше меня от волнует что до сих пор не нашел столицы моего соперника то есть ну довольно далековато она будет но здесь видите берега хорошие места в принципе есть куда города ставить то есть для расселения проблем нету тем более что тут и смешанные джунгли есть и открытые пространства мне нравится давайте немножко поговорим о нации которая нам досталась как я уже говорил рим очень неплохой выбор уникальный бонус у них плюс 25 процентов молотков при прос при постройке зданий которые уже есть в столице городов у нас много будет некоторые важные постройки там все-таки надо сделать типа монумент например там или кузнец или мастерской ну рынка предположим все это естественно я буду сначала строить в столице а в моих малых городах это будет на четверть быстрее строится очень классный бонус моем понимании и буду им вовсю пользоваться но кроме того у рима очень классные юниты уникальные во-первых самый крутой это конечно легион который мало того что сильнее чем мечник которого он заменяет плюс 3 к силе в отличие от мечника так он еще и дороги умеет строить и форты ну форты посмотрим там уже по по дел по тому как пойдет дело а вот дороги это очень классно потому что я вот уже сейчас вижу что соперник где-то далековато и вместо того чтобы отвлекать моих рабочих которые будут присоединять всякие ресурсы роскоши у меня дороги будут вовсю строить мои храбрые легионеры так но по социальным политикам вы уже видели понимаете что все та же воля сначала к бесплатному поселенцу потом закрываем волю все как и прежде тут ничего нового но смотрите у меня уже 16 ход а я даже еще границ соперника не нашел что меня несколько беспокоит здесь так далеко по моему меня соперник еще ни разу не находился я вот не помню в той игре в которой я проиграл был ли он может даже дальше он был но не знаю пока границ не вижу я вот уже вот какая-то горная грядайте потому что и у меня есть но и тут почему-то я кельтов не нахожу очень странно ну так вот значит легион плюс три ксилии может строить дороги и форты но еще у рима есть баллиста которая заменяет катапульту и а вон и граница вон видите все таки я нашел блин ну далеко и к тому же мало того что далеко так он еще и за горами как как и моя столица надо будет очень серьезно подойти к строительству городов в ту сторону и посмотреть где лучше их будет ставить ладно так вот баллиста вместо катапульты у нее плюс один к силе и плюс два к обстрелу то есть чем она хороша тем что в принципе ее можно использовать вместо лучников в данном случае потому что она и города офигенно обстреливает но и может против юнитов быть вполне боеспособны потому что катапульта там кто там дальше идет требушет и пушки они против юнитов не очень сильны конечно а вот баллиста очень неплохое подспорье так как легионы баллиста практически одновременно появляются то их можно строить вместе и вести в бой будет такая армия из двух уникальных юнитов один который поддерживает другого а вот я смог открытие динбург и быстренько сваливаю оттуда ну как видите у него собственно сплошные луга сплошной лес вокруг города ему он будет его вырубать видимо при строительстве чудес не зря же он взял пантеон плюс 15 процентов к строительству кстати посмотрите к нему проход всего две клетки между горами и внизу проход одна клетка на которой находятся варвары тут как-то что-то как-то я волнуюсь как-то не очень весело но может сверху будет более какое-то проходное место я не знаю ну блин как-то не очень вот ему достаточно город на этом проходе в две клетки поставить и ну хотя я его могу смогу завоевать может но вот поставить город вот где две клетки видите проход на холм то есть у него уже плюс к защите будет и мне будет довольно сложно атаковать этот город и захватывать ведь и тут один проход одна клетка проход внизу осадут еще сверху буду исследовать если и там проблемы то как-то я волнуюсь он очень хорошо устроился там очень хорошая позиция для защиты интересно посмотрите несмотря на то что у него город больше по количеству жителей но всем показателям я его опережаю то есть по еде по золоту и по производству все-таки вот это окружение лесами оно не очень хорошо влияет на начальном этапе игры но он получит когда рабочий у него появится он повырубает этот лес нафиг получит хорошую прибавку к строительству что он там будет в это время строить я не знаю и дальше у него город начнет расти вовсю так вот из-за того что я закончил амбар у меня олени и пшеница стали давать на одно яблочко больше и сам дает амбар больше яблочек так что у меня столица растет ну смотрите тут вверху и тоже не пройти в общем то один ну не отсюда же лезть мне хотя вот в этом закутке можно поставить город но как-то тяжело будет блин такая какая-то такое расположение у моего соперника что будет сложно подступиться ну ладно будем решать проблемы по мере их поступления что мне сейчас волноваться мне все равно далеко к нему идти ну вот видите у него два шелка уже лошадки камень он не на берегу у него длинная речка то есть он вполне у него место для роста есть для того чтобы идти по традиции ну наверное все таки по традиции пойдет посмотрим вот мы моя столица тоже до 4 выросла пока ничего не понятно пока сложно говорить но хочу сказать что расположение моего соперника для защиты очень хорошее с другой стороны у кельтов их уникальный юнит пикт очень неплох и он причем заточен как раз для нападения потому что у него бонус к силе по моему плюс 20 у него процентов к силе сейчас я гляну кельты 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 пикстский воин плюс 20 процентов за границей плюс 50 процентов веры от сил уничтоженного врага и не тратит передвижение при грабеже то есть видите у него бонус к силе за границей поэтому имеет смысл его использовать в нападении и таким образом он будет приносить больше урона но он появляется чуть пораньше моих легионов и у меня у легионов сила 17 а у пиктов 11 но за границей при их бонусе плюс 20 процентов получается что них 13 и 2 то есть не намного меньше чем у легиона сила они вполне то есть вполне смогут противостоять легиону тем более что легион требует железа еще для того чтобы его построить он дальше по технологиям находится но варвары все-таки достали одного моего скаута к сожалению и многое легионов не построю поэтому мне кажется что кельты своими пиктами вполне могут сдерживать легионы я уже не говорю о том что они потом мы смогут апгрейдится когда откроется гражданская служба в пикинеров и по моему они не теряют своих бонусов так что у нас по демографии все я догнал но в принципе одинаково по производству а я догнал своего соперника видимо он переключился на строительство какого то чудо и он строит чудо да я совсем забыл что я же увидел что он чудо строит вот если вы отмотаете на двенадцатую с половиной минуту то увидите там крупным планом я показывал о он по воле пошел оказывается так я вот я там крупным планом показывал эдинбург и там было видно что он строит великую библиотеку так что понятно что никола строит великую библиотеку но при этом пошел по воле вот что интересно это что-то интересное да и между прочим помните я вам рассказывал что есть же вариант построить великую библиотеку и не философию открывать а открывать как раз железо обработку железо которое тоже очень дорого стоит и строить мечников ну у меня будет это легион и но он если он таким образом пойдет через великую библиотеку то он откроет мечников намного раньше меня и у него будет определенный запас против меня очень-очень это все интересно такую стратегию я вам еще не рассказывал чтобы идти по воле но при этом строить великую библиотеку вот если бы импер за ирокезов играл я бы так бы и сделал потому что там открытие обработки железа дает магавков уникальные юниты ирокезов которые не требуют железа их можно наклепать очень много и они очень сильные так там уже смотрю мой противник присоединил лошадь и судя по всему это значит что он из воли взял как раз бесплатного рабочего вот в чем дело они республику а потом бесплатного поселенца хотя я не вижу четвертый город государства возможно он там внизу рядом с эдинбургом ниже и он украл у него но хотя 28 ход у меня что-то сомнение что у городов государств ну может они уже сейчас появляются рабочие но успеть его довести до эдинбурга и построить даже улучшение присоединить лошадей это нереально так что я думаю что он взял с воли именно бесплатного рабочего а ну еще конечно есть вариант что он построил рабочего в городе но по мне так это трата ресурсов города лучше было бы строить либо скаутов либо войска какие-то потому что ну строить рабочего когда их можно украсть у городов государств или взять с той же воли по-моему не совсем правильно но это в моем понимании посмотрим может мой соперник потом напишет в комментариях как он развивался ну я как видите поставил второй город вот сейчас я делаю это видео думаю что я не совсем верно его поставил надо было на одну клетку ниже там где холмы тоже рядом с рекой но на холме я просто тогда решил что далековато будет от столицы типа далеко дорогу вести но выигрыш в производстве нивелировал бы там всего плюс минус один золотой боже это не так важно зато я бы мог обработать пшеницу которую я сейчас не смогу обработать просто поставил на нее город и у меня было бы выше производства потому что город находился бы на холме но вот видите вот ниже и чуть левее холм вот туда надо было ставить сейчас я скаута поставил на shift хочу следующим ходом передвинуться на лошадей которых добавил мой соперник к себе в сеть точнее не следующим ходом этим в конце этого хода передвинуться на лошадей а следующим ходом этих лошадей разрушить да вот все сделано теперь следующий ход ничего себе у него уже два рабочих два рабочих то есть это значит он одного точно построил в эдинбурге и одного точно взял с воли потому что я не верю что уже можно было успеть украсть рабочего города государства вообще же не сразу начинают производить рабочих а по-моему когда дорастут до трех или четырех жителей так что ну для этого тоже требуется время вы сами понимаете так но мой скаут выполнил диверсионную миссию свою ведь опять я шифтом передвигаю чтобы мой соперник сразу не знал куда ушел мой скаут то есть я вот сейчас он в конце хода передвинется и я его сразу кое-нибудь еще передвигаю вот так чтобы он из эдинбурга не мог его обстрелять ну у меня здесь о построенная библиотека жаль ну 32 ход ведь он не сразу начал ее строить потому что обычно на быстрой скорости 24 25 ход если сразу принимаются то есть берут там строит вообще я собираюсь сделать видео про великую библиотеку поэтому не буду вам сейчас сказывать все секреты лучше потом посмотрите видео там про великую библиотеку и петру так что на 32 ходу мой соперник закончил великую библиотеку и видимо сейчас будет висячие сады строить но дело в том что он по воле идет вот мне вот это интересно то есть такая он строит чудеса которые обычно строят при игре через традицию но при этом идет через волю очень такое интересное как то сказать интересно как будет развиваться дальше события вот то есть как это повлияет вообще на игру ну а я как видите в риме уже построил второго поселенца ввиду его ставить город уже в сторону кельтов а в столице традиционно строю пирамиды как и во всех моих прошлых играх мое любимое чудо света но немножко вперед перепрыгну только для того чтобы вам показать что действительно мой соперник строит висячие сады и где это видно вот приближаем видите вот недостроенные висячие сады точно так же я чуть раньше увидел что мой соперник великую библиотеку строит это почему надо как можно быстрее открыть столицы соперников чтобы вот таким образом замечать какие чудеса они могут строить ну и естественно если бы мой соперник открыл Рим он кстати этого не сделал он не смог своими войсками или скаутом там дойти до Рима он бы видел что я сейчас строю пирамиды и еще немножко вперед варвары уничтожают моего очередного скаута но я ставлю третий город почему здесь вообще видите тут не очень богата земля на ресурсы роскоши я хотел поставить город на реке чтобы были недалеко хоть какие-то еще холмы вот с овцой например холм чтобы то есть какое-то и какое-то производство было и ресурс роскоши в данном случае шелк имеется на третьей клетке от города то есть я смогу до него дотянуться вот видите слева а справа извините шелк я до него дотянуться смогу вообще как бы место не очень хорошее для города тут нет особо производства но я люблю вот ставить в такую цепочку по пути к своему сопернику а не сразу город рядом с ним так что я считаю что это нормальное место потому что есть коровки чтобы вырасти немножко к городу олени тоже с едой и с лесом что даст много производства ну и равнины в которых на которых тоже есть молоточки конечно не очень большое производство но все же так вот я смотрю что у меня восемь веры мне всего одного очка веры не хватает для того чтобы принять пантеон святилище строить неохота совершенно я смотрю какие там задания дает религиозный город но не очень они там выполнимые на данный момент я вот подумываю может мне купить святилище хотя жалко сто восемьдесят монет хочу сохранить их для апгрейда вот моих дуболомов потом в в легионеров с другой стороны как вы понимаете пантеон очень неплохо а так как я вижу что мне тут много городов придется строить хотя бы чтобы хотя бы как минимум добраться до моего соперника то в этой игре я решил брать пантеон пантеон не к производству бонус а к науке посланник богов если помните ли он вестник богов называется то есть плюс две науки за каждый торговый ход я вот сейчас видите подвел своего копейщика к Женеве в надежде что она мне заплатит дань мне вот в комментариях много писали по этому поводу что я не собираю дань с городов-государств хотя они мне ее предлагают а видно это по оранжевому кружочку вокруг их иконки у религиозного города эти сложенные руки в молитве иконка у культурного города значок с культурой ну вот видите я еще раз вам показываю что мой соперник строит висячие сады очень интересно по воле а идет до сих пор я не могу понять идею его игры что он будет дальше делать но я до него еще не добрал ну вот я подвинул своих юнитов но что-то оранжевого кружочка не загорается вокруг Женевы промотаю немножко вперед достроил я пирамиды пододвигаю еще больше войск к Женеве чтоб типа она меня еще больше боялась но все никакого оранжевого кружочка не горит но смотрите я навел мышку видите написано они нашли как бы вашу силу войска то есть как это объяснить не всегда оранжевый кружочек все-таки загорается но вот я решил что мне по душе больше деньги потому что рабочего я и так вот прямо сейчас могу захватить и несмотря на то что я только что закончил пирамиды рабочих мне надо много потому что у меня будет много городов я буду много строить дорог все это мне надо так вот все таки не всегда к сожалению города государства окрашиваются этим оранжевым кружочком от чего это зависит я не знаю может вы мне в комментариях тоже напишите но зато всегда при наведении мышки на вот на название города на эту плашку будет написано что если они боятся вас то будет написано что они распознали силу вашей армии и готовы заплатить дань а городов то тут всего три поэтому вполне можно периодически проводить мышкой ну вот Никола заканчивает висячие сады и обратите внимание в любом случае я выклинчил нормально денег с кого я уже забыл как этот город называется с Женевы с религиозного города Женевы кстати небольшая историческая справка я так думаю он религиозный потому что именно там Кальвин начал свои реформаторские дела ну Жан Кальвин он еще основатель кальвинизма реформатор церкви французский богослов сначала учился на трудах естественно Мартина Лютера а потом по моему он в Базеле начинал но развернулся уже в Женеве потом его прогнали оттуда ну вот видимо поэтому Женева и религиозный город в этой игре еще небольшой прыжок вперед я достроил уже третьего поселенца в Риме и пойду его ставить вот поближе к тому проходу в две клетки в два тайла к столице кельтов не знаю буду ли я прямо на этот проход ставить но постараюсь так чтобы своими границами его захватить в остальных городах я уже строю дуболомов во всю чтобы в будущем апгрейдить их в легионеров то есть видите в данный момент я не на метких лучников делаю ставку как обычно а на легионеров и чуть дальше вот катапульты видите у меня до открытия математики осталась одна один ход не катапульты а баллисты баллисты которые заменяют катапульту и я смогу построить наконец и баллисты тоже так что думаю армия у меня будет достаточная для завоевания кельтов кстати такая довольно историческая у нас схватка видите из истории вы же знаете что Рим воевал с кельтами ну вообще кельты очень были воинственным народом вот например Юлий Цезарь писал что древние кельты в бою были ужасны они не надевали никакой одежды и красились в синий цвет наверное зрелище толпы голых синих воинов само по себе приводило противника в ужас в дополнение к тому они еще и покрывали волосы белой известью а тело татуировками вот жалко что в цивилизации Баудика почему-то в одежде должна быть голой с синей и с белыми волосами вообще как я понимаю считается что римляне там вытеснили кельтов сначала из Галлии потом в британских островах там им надоедали но на самом деле начали то все это кельты они в 300 по-моему в 390 году до нашей эры разграбили Рим и уничтожили все римские исторические записи сделанные до этого времени поэтому вот не очень много известно об истории Рима до 390 года до нашей эры вообще они очень серьезно потусили по свету оставили множество себе воспоминаний вот наверное Бельгия названа потому что были было племя кельтов Белги так называемые Хельветы были и Швейцария например называется Хельветия на самом деле ну много всего Дублин это черное озеро с кельтского Лион от кельтского происходит я уже не буду вам все переводить Париж это название кельтского племени паризиев так что очень очень много осталось кельтов и современные вот кельтские народы это ирландцы валийцы это кто в Уэльсе живет шотландцы бретонцы корнцы в общем крутая крутая нация и в ЦИИ она тоже классно представлена единственное что видите исторически она все таки смотрите как мой соперник повырубал леса вот тут же леса были он жестоко ради библиотеки и висячих садов их вырубил ай-яй-яй так ну что по еде я не сильно кстати отстаю всего на два яблочка а вот по производству и по золоту впереди так что все не так уж плохо на сегодняшний день вот для Варшавы очистил варваров они мне больше культуры теперь давать будут ну смотрите на пути внезапно появилась блин хижина варваров и мешают везти поселенца туда куда надо да вот так поступим зато денежку еще заработал и еще один небольшой прыжок в будущее вы сами понимаете я проматываю те действия которые не несут какой-то интересной нагрузки то есть то что я вам уже показывал во всех других видео я не хочу делать летсплей я об этом уже много раз говорил а хочу показывать только то что интересно то есть если я пропускаю какие-то фрагменты в видео их можно вполне спокойно додумать то есть я двигал юниты исследуя карту передвигая там поселенца на место города следующего и так далее то есть здесь мне нечего в это время рассказывать вы понимаете мне это говорить вот я передвинул скаут так давайте посмотрим демографию опаньки производство в два с половиной раза меньше золото меньше но зато больше еды а это значит что Никола отжирает свой город я до сих пор не могу понять как он так пошел на рост без традиции видите я все таки не выдержал и купил святилище наконец-то хотя у меня до конца строительства Стоунхенджи оставалось всего 4 хода с другой стороны у меня города еще не связаны дорогами поэтому мне этот пантеон еще ничего не дает я вот сейчас думаю что а стоило ли покупать стоило ли мне тратить деньги на святилище через 4 хода у меня был бы построен Стоунхендж я бы спокойно принял пантеон опять же повторю у меня не связаны города еще дорогами а значит мне этот пантеон не дает тех той науки которая от него требуется и видите из-за того что я купил святилище в столице мне стукнуло в голову святилище еще и в Кумае построить хотя по-хорошему надо продолжать строить войска у меня на содержание есть деньги если бы я не покупал святилище было бы и деньги на апгрейд воинов в мечников по-моему 50 золотых стоит да то есть у меня было 350 по-моему это как минимум 7 воинов я мог бы апгрейдить в мечников спрашивается нафига я потратил деньги нафига я сейчас строю святилище в Кумае ну то есть вот это ошибки сейчас вот в моей игре пошли как зачем мне святилище если у меня сейчас построится Стоунхендж дурацкая абсолютная затея и вот те хода те то производство которое я сейчас страчу на святилище я мог спокойно потратить на войска и задавить мой соперник и так сейчас отстает уже по войскам потому что строил строил чудеса а я ему даю возможность немножко оклематься вот спрашивается зачем ну вот вопрос где мне сейчас тут ставить город вот мне надо этот проход захватывать в две клетки и кстати это очень серьезный по моему мнению просчет моего соперника что он там не поставил никакого города так бы ему было намного проще его охранять так сейчас этот проход захвачу я и уже оттуда я могу совершенно спокойно начинать наступление на столицу кельтов хотя казалось бы они довольно далеко находятся пока я до них доберусь но вот видите уже уже постепенно мои силы приближаются к кельтским укреплениям если это можно так назвать пока никаких укреплений и никаких признаков того что мой соперник готовится к защите прыжок к тому моменту когда я буду основывать свой четвертый город вот видите размышляю где же его лучше поставить хочу захватить еще и благовония как ресурс роскоши чтобы счастье было ну и так чтобы вот этот проход в две клетки все таки тоже за мной остался в принципе сейчас я думаю что можно было бы и на холм вот этот поставить который правее но поздновато никола подвел своего пикта поздновато я уже собираюсь ставить город еще подумаю конечно возможно вот там где он поставил лучника было лучшее место для города потому что он не мог бы его обстреливать из-за наличия джунглей он не смог бы их вырубить потому что соответственно я бы не дал ему это сделать и вот в итоге я решаю поставить рядом с рекой и рядом с этим холмом и видите сразу заставляю своего соперника скупить побольше клеток чтобы их я не купил вообще ну это правильный с его стороны ход и по-хорошему это мне надо было поспешить их купить с другой стороны но у него всего один город у него не очень много сейчас золота и ему пришлось ну не знаю наверно где-то 80 золотых потратить на покупку этих тайлов то есть ну я заставил его хорошенько потратиться вот вот у меня тут железо достаточно железо необходимо рядом с городом для того чтобы ну легионеры это само собой но напомню что кузница которая увеличивает скорость производства военных юнитов строится только в городах у которых рядом с городом есть железо поэтому наличие железа очень важно для нашего будущего строительства большого количества юнитов ну как видите я в своих городах некоторых уже стал баллисты строить а по науке иду прямой наводкой к легионерам своими юнитами я уже строю дороги хотя в принципе можно было и легионеров дождаться но дороги надо вы же помните что у меня пантеон который дает науку за торговые пути кроме того я в воле немножко изменил свой путь вместо representation взял meritocracy то есть вместо той социальной политики которая дает счастье за соединенные города дорогами я взял золотой век и уменьшение штрафа на культуру при количестве городов просто потому что у меня к тому моменту было много счастья я планировал следующим ходом ставить город поэтому meritocracy более выгодно было в моем понимании и тем более что у меня еще города не соединены дорогами опять же то у меня бы просто не работала эта социальная политика на счастье еще вперед переносимся оказывается я уже открыл железо это я вам наврал у меня просто еще железо не было подключено моей вот сети ресурсов поэтому я не мог построить легионеров или апгрейдить этих легионеров вот у меня первый легионер появляется и всех остальных я тоже апгрейдил 55 монет стоит вот видите если бы я не покупал светилище то я бы еще как минимум трех мог дуболомов апгрейдить в легионеров видите у меня один мой воин остался не апгрейдженный ну я тут потихонечку скачу вперед вот показать вам как мои легионеры спора строят дорогу оказывается они строят с такой же скоростью как и рабочие я просто думал вот как пирамиды и социальная политика изволи будет влиять на легионеров оказывается точно так же как и на рабочих поэтому они дорогу строят за один ход практически мгновенно ну и пока мои войска еще не подошли к Неаполю чтобы нападать на столицу кельтов я отправляю несколько войск точнее легионера и копейщика разобраться с варварами тем более денежку заработаю на апгрейд моего последнего воина который еще не стал легионером так что есть чем заняться мои уже готовые легионеры вовсю видите вот строят дорогу между Кумая и Римом очень замечательная способность мне очень нравится видите насколько я могу быстро создать сеть дорог и перекидывать войска на фронт и смотрите что происходит в начале шестьдесят первого хода мой противник заканчивает великую стену я даже не предполагал что он ее строит обычно когда великая стена строится вот по периметру границ такой как бы контур стены появляется в данном случае ее не было и вы помните что во всех предыдущих играх именно я ее строил потому что опять же очки великого инженера ну честно говоря и так атака на кельтов выглядела сложной а тут еще и с великой стеной у меня будут по моему большие проблемы честно говоря вот это я расстроился что великая стена не у меня ведь у меня еще один ход осталось до открытия инженерии еще ход только до открытия инженерии а потом бы я только начал строить стену то есть ходов семь наверное мне до стены было а мой соперник не стушевался и построил но при этом он как вы понимаете не строил войска то есть у него там явно с войсками на данный момент проблема и даже несмотря на то что видите я уже город у него под столицей поставил он как-то видимо не особо волнуется по этому поводу еще скачок на два хода вперед и показать что вот в этот момент я сообразил что я могу еще вот тут город поставить видите тут такой небольшой пятачок остался он за горами много леса тут то есть и меня будет выкурить отсюда сложно а мне будет удобно отсюда нападать на столицу кельтов потому что как раз мой соперник там вырубил все леса свободное пространство образовалось и мне проще туда провести дорогу к этому городу и от этого там скопить уже войска и с помощью генералов которых у меня будет больше нападать на столицу соперника и вот тут я решаю что мне нужен еще один поселенец который поставит город вот на этом язычке то есть я стараюсь не повторить той ошибки в игре где я проиграл где я не поставил еще один город который был очень нужен не окружил как бы столицу соперника и потеряв генералов лишних лишнего генерала используя и потеряв собственно много войск проиграл вот опять видите Варшава хоть и не оранжевая но нашла то есть написано что она боится мою армию и готова заплатить дань но на данный момент она пока в дружеских со мной отношениях дает культуру я лучше подожду ход я сомневаюсь что у моего соперника вот я смотрю сейчас демографию видите по солдатам я его намного опережаю сомневаюсь что мой соперник выйдет на первое место по войскам и думаю что я следующим ходом смогу у Варшавы взять стребовать с нее дань не забываю зарабатывать денежки на варварах ну и тем более что он там мне мешается а смотрите я все думал что мой соперник идет по воле а он оказывается принял две ну два института из воли и дальше пошел по традиции вот оно что оказывается вот у него один город всего то есть он намного быстрее принимает общественные институты он этим воспользовался и пошел вот взял нужные ему ну вот видите я могу все таки Варшава больше мне не друг и требую дань с Варшавы 145 золотых очень вовремя это я уже второй раз за игру требую дань очень неплохо по моему мнению это к тому что в дуэли почему хорошо иметь большую армию чем ваш соперник вы можете вот такую дань постоянно требовать а тем более что если вы играете через волю а ваш соперник через традицию как оказалось то и соответственно скорее всего армия у вас всегда будет больше чем у него и вы всегда сможете требовать дань с городов государств единственное что городам государством требуется некоторое время восстановиться после дани и еще они точно не дадут дань если у вас отношение с ними в красной зоне вот ползунок этот красным выглядит видите я перебрасываю свои легионы вниз не для того чтобы напасть на Варшаву а чтобы дорогу провести вот снизу от этого прохода между гор точнее между побережьем и горой чтобы там провести дорогу и потом туда завести поселенца закрываю ветку воли и в данном случае без вариантов беру генерала потому что против великой стены это единственный вариант мне хоть как-то продвинуться к столице соперника то есть вот у меня генерал вот я уже построил поселенцы еще в столице который пойдет ставить город вот в то место что я наметил и генерал вот у меня будет один генерал и второго генерала я получу с противоборство с юнитами соперника я думаю это уже скоро начнется потому что у меня войска скопленная довольно большая сила есть видите у меня минус 14 аж вход золото и я планирую вот как поставлю этот город так и начать давайте посмотрим на демографию на 68 ходу довольно сильное отставание соперника по производству по еде но он в данный момент отъедает Эдинбург это его как я понимаю единственный город поэтому в данном случае вот впервые пожалуй вы видите в дуэли что человек играет против меня можно сказать моногородом и так в начале 71 хода я уже скопил силы для того чтобы поставить город и почему я тут не могу город поставить я что то не понял 4 ну я вот от Эдинбурга смотрите сколько клеток раз два блин что то я не понял почему я там город не ну подальше от Эдинбурга поставлю что то я не могу сообразить почему я там город не могу поставить а вот я дурак я считал от Эдинбурга а у меня блин от Неаполя не хватает клеточек то есть мне надо было ниже просто ставить а я увел поселенца обратно на самом деле мне его не уводить надо было типа влево потому что мне показалось что слишком близко к Эдинбургу я поставил а вниз просто надо было провести вот там где лес вот ниже овец ниже овец и правее вот я дурак и не сообразил а вот мой соперник похоже сообразил куда я должен вести поселенца вот блин что-то я тут как-то я странно затупил ну вот смотрите Алматы кстати еще ни разу не давала мне дань все дело в том что вот Варшава и Женела это культурные и религиозные города у них не много войск поэтому они постоянно боятся мою армию а Алматы это воинственный город военный и у него армии больше и поэтому вот вот сюда мне надо ставить и видите мой соперник успевает передвинуть мечника и не дает мне пройти черт и моя еще и катапуль баллиста не может его обстрелять потому что на холме вот этом лес черт так ну придется идти на территорию врага и занимая потому что армии то у него не много на самом деле у меня то побольше но она видите у меня блокирована ну берем 100 золотых каждому городу потому что мне золото будет нужно кто-то может скажет что надо было к счастью брать но у меня к счастью со счастьем проблем нету пока на данный момент и в будущем я еще планирую построить нотр-дам естественно плюс 10 к счастью как раз у меня к этому времени родится великий инженер так что тут важнее все таки производство вот я так считаю да видите сам себе на ровно я так хорошо подготовил свой приход туда провел дороги подогнал поселенца и все мне надо было всего лишь на одну клетку вниз передвинуть и следующим ходом ставить город как я так затупил это уже второй раз у меня с городом но если в прошлой игре это не особо критично важно было то в этой игре видите мой соперник быстро оклемался и уже не дает мне поселенца перевести туда куда я хочу это очень очень плохо потому что атаковать с Неаполя не очень удобно там видите все вот я отбил все таки это место но мой соперник видите разрушил дорогу я сейчас не смогу перевести поселенца туда я хочу к тому же я боюсь что что сейчас уничтожит моего легионера вот который внизу на том месте куда я хочу город поставить да как я на ровном месте себе проблемы сделал просто не посчитал клеточки в очередной раз ну вообще нормально да блин это это вот это кому рассказать опять же потеря концентрации я уже который раз говорю в видео что надо быть сконцентрированным чтобы как бы идеи стратегически я играю правильно но все проблемы вот исходят из какой-то расхлябанности расслабился такой получаю удовольствие от игры это точно вот видите я аж скаутом прям калматы подошел и все равно не хочет она мне дань давать и прям на ровном месте сам себе создаю проблемы кстати а не вся ли вот эта армия кельтов которую мы сейчас видим не все ли что это есть у меня наверное еще пару юнитов в тени скрывается но в принципе армия не должна быть большая видите я я не могу всю свою армию ввести в бой потому что очень узкий проход и очень узкое место для а не успел вылечить видите как быстро мой соперник передвигает юниты а я тут еле двигаюсь блин да не могу убить коника видите я уже который ход теряю потому что не могу о пикту да это чтобы поменьше мой легионер потерял здоровье при нападении на пикта тем более что все равно баллиста может моя та баллиста могла только этого пикта обстрелять поэтому я сначала обстрелял воина а потом уже убил его легионом вот сюда я передвигаю баллисту не потому что я подставляю его ее под копейщика варварского а для того чтобы этот копейщик не стал на дорогу и не уничтожил дорогу да надо восстановить наверное дорогу вообще надо было некуда некуда мне ходить туда надо было поменяться вот баллисты с легионером выстрелить баллисты по конику а потом легионерам передвинуться на коника и передвинуть туда поселенца вот еще один тактический провал с моей стороны очередной мог я уже следующим ходом ставить город но что-то ступил вот сейчас хотел скаута подарить Алмате но скауты рабочие генералы по-моему не дарятся невозможно передать поэтому поставил скаута на автомат пускай он автоматически следует что он мне тут помочь в войне пока никак не сможет видите мой соперник прочекал где в каком месте будет единственное место на котором я могу поставить город и всячески его защищает видите он уже вылечил коня своего блин 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 зачем я сейчас дорогу тут делал вместо того чтобы уничтожить мечника соперника кто бы мне рассказал вы же понимаете что человек играющий через традицию для него потеря каждого юнита очень серьезно ну вот наконец-то я баллисту подвел куда надо и буду сейчас коника обстреливать ну вот слава богу я уничтожу этого варвара и он мне дорогу не поломает да 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 до сих пор в офигении просто от своего тактического гения с помощью которого я профукал такую важную позицию для установки города откуда я мог бы очень классно нападать и блин сколько уже ходов я теряю у меня мог бы там стоять город я мог бы уже ставить генерала и им ну ставить крепость из генерала и идти в наступление у меня бы границы получается подходили бы прямо к столице и мне великая стена была бы не страшна что-то я совсем-совсем тупой какой-то вот видите как мой соперник успевает уводить войска при этом я свои теряю войска а он уводит успевает то есть у него юниты двигаются намного быстрее чем у меня да ну зато видите у меня легионеры намного круче мечника поэтому я ими вот так хорошо могу оперировать и мне еще повезло что тут леса и джунгли и мой соперник не может воспользоваться своими лучниками и только вот конем и мечником может мешать мне так что я думаю что все таки я навалом своих юнитов смогу продавить там но видите опять же я потеряю много юнитов на этом потеряю много времени в то время как я уже мог давным-давно поставить там город уже который раз повторяюсь и спокойно начинать наступление генералом блин до сих пор не могу вот себе простить этого просчета не посчитать клеточки это ж надо быть таким то есть от эдинбурга я посчитал а от неаполя не сообразил дурак дурак вот очень вовремя подошло лечение моего юнита легионера вот коника наверное зря убрал мой соперник я конечно может быть его и убил но не смог бы наверное туда юнита передвинуть ну слушайте баллисты очень классный юнит мне очень нравится ну вот наконец-то я передвигаю сюда легионера поселенца и следующим ходом смогу город поставить ну сколько я пять ходов потерял пять ходов на ровном месте потеряно то есть моя атака захлебнулась на пять ходов или на четыре мог спокойно продолжать видите вот у него уже покоцаны лучники ладно что ж поделать сам виноват но как поставлю город мне будет до столицы кельтов всего три клетки ой две клетки даже две клетки от границ в принципе ставлю крепость генералом и все мои границы прямо под стенами Эдинбурга ну тут видите раненых юнитов лечу остальные войска которые уже сделаны в городах подтягиваю к фронту но пока очень сложно подобраться к столице вот у него очень классная местность еще раз повторю он конечно сглупил Никола что позволил мне занять вот эти проходы если бы он их занял то мне было бы намного сложнее вот равенна поставлена теперь я легионами вот где клетки с лесом построю дороги и только после строительства дорог уже генералом сделаю крепость поставлю точнее я еще дождусь второго генерала естественно пока один генерал крепость не стоит ставить потому что с таким же успехом генерал может быть и у моего соперника а так как я точно знаю что он пошел по традиции а я закрыл волю у него на одного генерала будет меньше потому что я с закрытия воли взял генерала будет еще генерал с войны как и у моего соперника будет с войны И в итоге у меня на одного генерала будет больше Таким образом, я не задумываясь, могу ставить крепости Не боясь, что он их перехватит, потому что иначе его крепость я перехвачу в итоге Да, из-за того, что, видите, он построил Великую Стену Довольно сложно действовать на его территории Поэтому я тут все шифтом делаю, чтобы не подставлять свои баллисты И вот, когда построю дороги рядом с Равенной Мне будет намного проще подводить свои войска И я вот уже со стороны Равенны буду вводить их в бой через дороги Ну, мои города, не останавливаясь, строят военные юниты, легионы, баллисты Вот, видите, опять шифтом я подвинул к Эдинбургу Но немного неправильно тактически я это сделал Видите, одна катапульта убита Вот верхнюю катапульту надо было на холм, вот выше ставить Видите? Она бы контролировала территорию рядом с Эдинбургом И при этом ее сложно было бы уничтожить Потому что мешали бы по ней стрелять джунгли, которые вокруг этого холма А я бы видел те территории Ну вот, и вторую мою баллисту уничтожили Зато появился второй генерал Теперь осталось мне этого генерала пододвинуть кровы В ней можно строить крепости Но, к сожалению, вот эти две баллисты Я бездарно, конечно, сейчас потерял Абсолютно неправильно тактически поступил Можно сказать, подстава Юнитов для моего соперника И он радостно их расстрелял Я напомню, что вот за убийство дают пять очков опыта А за то, что, ну, когда юнит не умирает, два очка опыта То есть, получается, чем больше мы... Как-то лучше вам объяснить У моего соперника Тот, кто больше уничтожает юнитов У того быстрее появляется генерал, вот так лучше скажу И таким образом, вот подставляя свои юниты Я позволяю сопернику быстрее получить генерала Поэтому, несмотря на то, что у меня, конечно, производство выше, чем у кельтов И я иду по воле Не надо так вот юнитов уже подставлять Подстава юнитов должна исходить из какой-то тактической цели Когда она выгодна То есть, вы там выманиваете юнит Или потом этот юнит можете уничтожить хотя бы А вот так бездарно две баллисты потерять Это не дело Ну, надеюсь, я более-менее понятно объяснил Вот обратите внимание, что сверху два холма имеются Вот на одном лес растет, на другом джунгли И поставив там баллисты, я бы контролировал клетки Вот на которых сейчас находится мечник и лучник моего соперника Причем он бы, мои баллисты, никак обстреливать не мог оттуда А чтобы подобраться к ним не обстреливающими юнитами Ему бы потребовалось два хода потерять Поэтому это очень классные тактические, стратегические два места И почему я не ставлю туда баллисты А с упорством, достойным другого применения Их подставляю под удары соперника Я не знаю Но вот смотрите, по демографии у меня Сила войск практически в два раза больше Проблема тут в подходе Из-за того, что у моего соперника великая стена построена Я не могу двигаться по его территории быстро Ну и плюс такая труднопроходимая территория То есть я не могу вот эту всю силу войск бросить против него В принципе, вот то, что мы сейчас видим Это, наверное, все его войска Ну, наверное, еще скрыт один лучник, который лечится И коник То есть вот все его... Ну что, очередная катапульта готова Да, очередная подстава катапульты Зато у меня великий инженер наконец-то родился От Стоунхенджа и... Что там у нас еще? И пирамид Я его поберегу на... На... Нотр-Дам Потому что счастье для расселения очень важно И открылась сталь То есть я смогу своих легионов уже апгрейдить в длинномечников И еще более круто расправляться с соперником Вот я тут просто думаю Либо к Чеченице идти, либо к Нотр-Даму Ну что, могу уже одного легионера апгрейдить Так, пожалуй, стоит переключиться в городах на золото Чтобы следующим ходом хотя бы еще одного апгрейдить Мечника Так, видите, пока я не ставлю крепость Не подведя второго генерала Потому что... Ну вот перевожу легионера теперь на холм Спрашивается Почему легионера, а не баллисту? Вот что легионеру там на холме делать? Ему все равно далеко идти оттуда до войск А вот баллисты оттуда бы очень классно обстреливались Очень, короче, большой просчет Тактически, обратите внимание Всегда стреляющих юнитов располагайте на холмах Потому что таким образом они видят намного больше Так, ну, видите, не переключаю я Пока города на золото Есть чем заняться другим Задумался тут Нет, никакой войны с Алматой Ну, опять Неужели... Нет, успел я убрать баллисту А, это я дорогу решил там сделать Тоже верное решение Но баллисты там все равно должны были стоять И вот на этом холме Куда я сейчас отвел, кстати, раненую баллисту Тоже надо было поставить Потому что оттуда лучше обстрелы Они оттуда могут обстреливать Так, в Риме я закончил кузню То есть у меня тут вообще сейчас будут юниты Мгновенно строиться Я вот думаю еще Мастерскую строить или нет Ну, видите, у меня Рим выдает 22 молотка То есть мастерская Как я вам уже говорил Если от 15 молотков и больше в городе То мастерская выгодна Но, видите, я пока решил сосредоточиться на... А, у меня, видите, уже все переключено на золото Поэтому я не переключал следующим ходом И минус 4 Да Ну, надо вообще стрясти денежек С какого-нибудь города-государства, правильно? Раз сам не могу заработать Но у меня такая огромная армия Я думаю, какой-нибудь городок Не будет против мне выдать денежку Но этот не дает, потому что красный А вот Варшава 170 Замечательно Это еще как минимум Троих я сейчас могу проапгрейдить-то Все, можно переключать на производство теперь Раз у нас Много-много денег Очень мне нравится, да Низ городов-государств требовать Потому что Сразу как-то Ну вот и зачем я Повел легионеров Вместо того, чтобы апгрейдить их Кто-нибудь мне скажет? Ну, не дебил, нет? Конечно, дебил Надо было апгрейдить А потом уже следующим ходом После апгрейда вести Ну, смотрите, как Длинномечника Не могут убить Тебя обстреляли его сколько? Тут трое лучников, да? Да, что-то я Дурачок совсем Ну вот, теперь мы видим всю его армию На данный момент Три лучника Мечник Дуболом И Копи... А, два мечника Вот видите там, где Еще один там, где Легионер сверху Ну и вот оба моих Генерала теперь Тут стоят Ну вот зачем я Зачем я легионеров Веду вперед? Что за Блаж? У меня куча денег Для их апгрейда Есть время Чтобы апгрейдить Потому что Я еще не подвел Генералов Для того, чтобы Ставить крепость Это вот Еще один Просчет Очередной Это вот все Сказывается на результате Игры в итоге А мой соперник Обратите внимание Эти просчеты Не прощает Сразу Без проблем Уничтожает Ну вот Добивает Моего Длиннамечника Все Готов А, два коника У него Два коника В общем Очень странное Мое решение Не апгрейдить Легионеров Правильнее было Вот этого Первого Длиннамечника Не вести Вперед Оставить его На месте Проапгрейдить Оставшихся Легионеров Которые рядом С Равенной Находятся То есть У меня было бы Четыре Длиннамечника Уже И следующим Ходом Без проблем Передвигать Вперед Ставить Генерала Через ход Ставить Крепость Ну вот Сейчас я Апгрейджу Как бы Поздновато И опять Я передвину Этого легионера Вместо того Чтобы апгрейдить Передвинул его Вперед Вот смотрите У меня есть деньги Пять клеток Ставить генерала То есть За три хода Я сам Не соперник Меня там Тактически Переигрывает А я сам Тактически Проигрываю Потому что Не подумал То есть Я так уже Расслабился В том плане Что У меня больше Юнитов Идет навал Сейчас я тут Установлю Крепость И в принципе Дело-то Сделано Уже Второй генерал На подходе Вот видите У моего соперника Тоже есть генерал Один То есть Как и я Он получил его С войны Ну чуть позже Меня правда Но все равно И Если бы я Поспешил И поставил Крепость Имея только Одного генерала Мой бы соперник Уже Ее перехватил И Таким образом Я бы Потратил Больше сил На отбивание Все Я успел Поставить Крепость Слава Богу Чуть Не уничтожили Моего генерала У моего соперника Намного быстрее Есть возможность Ходить Как видите Он очень быстро Передвигает Своих юнитов Я тут не успеваю Вообще Никак Сообразить Ну видите Сколько у него Сразу Потери В войсках Следующим ходом Я еще несколько Его юнитов Уничтожу Еще раз Напоминаю Что при традиции Конечно Потери юнитов Намного Намного Болезненнее Чем При Игре Через волю Так Ну что Этому легиону Да Пришел конец К сожалению Ну зато Видите Вот у меня Тут еще Есть Длина Мечника Вообще Конечно Лучше бы сюда Рабочего Передвинуть Чтобы починить Эту крепость Так Еще один Ну там Куда-то В обход Мой противник Строит дорогу Даже не в обход Скорее А чтобы На ней размещать Войска И быстро Их передвигать Это такая Защитная Дорога Ну Мои города Без остановки Штампуют Юнитов Хоть я их и бездарно Сливаю Потом Сопернику Так Экономика Работает не очень хорошо Это они Сейчас Жители Рима Наверное Посматривают на меня Как на идиота И говорят Надо бы нам Нашего правителя Свергнуть И вменяемого Поставить На его место А то Мы тут Понимаешь Воюем Сыновей Выращиваем На войну А он их Бездарно Отдает Сопернику Что за фигня Такая Ну вот зачем Я сюда Баллисту Перетвел Кто-нибудь мне скажет Что за маниакальная Ну Убил конечно Я лучника Его Но Наверное И баллисте Там сейчас Наступит Конец Так Давайте Мечника Не получилось Убить Вот это Плохо Вот Не знаете Зачем я Дорогу На территории Соперника Построил Своим Легионом Ну Правильно О чем Мой соперник Не справляется Надо ему Помочь Правильно У него же Нету таких Классных Юнитов Как у меня Которые И воюют И дороги Строят Давайте Все в помощь Кельтам Наши Братья Кельты Изнывают Под натиском Римских войск Давайте Им поможем Дорогу Может мне Ему еще Юнитов Подарить Каких Нибудь Все Уничтожили К сожалению Моего Длинновения Какой-то Ну Согласитесь Бессмысленный Слив В войск Произошел Только что Недостаточно Было Проапгрейдить Легионеров Вот В тот раз Когда я Говорил И Тут Были бы Уже Большие Проблемы У кельтов То есть Как видите Стратегически Я Обыгрываю Моего Соперника В одну Калитку Зато Тактически Я Сливаю Постоянно И Поэтому У нас Равная Игра Идет Просто Я не знаю Как вот Объяснять Вот эти Мои Провалы Тактически Что я в это Время Делаю О чем Думаю Наверное Знаете Задумываюсь О судьбах Мира О том Одни ли мы Во вселенной А в это Время Сливаю Войска Которые О смотрите Варвары На моей Стороне Играют Не знаю Уничтожать Этого Ну давайте Ладно Уничтожим То есть Тут стоял Коник Моих соперников И варвары Его уничтожили Прикольно Ну спасибо Варвар Петя Конечно Пришлось Тебе убить Жаль Это хорошо Мне нравится Вообще Как бы История Говорит о том Что Варвары Были Против Рима Но в данном Случа Они Против Кельтов И я Не могу Им Запретить Пускай Я рад Нация Варваров В нашей Альтернативной В данной История Помогает Риму Завоевать Воинственных Кельтов Ну как Воинственных Они же Не нападали На меня Это я тут Пришел Равену и Неаполь Поставил у них Под боком Я С городов С городов Государств Это Спасибо Мне Рассказали В прошлых Комментариях Что вот Если Оранжевая И вообще Не забывать Брать дань И таким образом Играя через волю Вы имеете Я уже повторюсь Имеете Больше войск Играя через волю Против традиционника И таким образом Можете часто Брать дань С городов Государств И будете Опаньки Смотрите Что тут У меня В тылу Делает Коник И забрал Моего Рабочего Гад Кто-то Мне войну Объявил А А не С Женевы Ну Женева Я как раз Я Прошлым ходом С Женевы Стребовал Денежек Так что Мне не страшно Там у нее Войск не особо Много Так что Продолжаем Отбиваться Но вот Этого коника Я зря Конечно Пропустил К себе В тыл Во-первых Потерял Рабочего Во-вторых Он видимо Разрушит Если уже Не разрушил Дорогу Так что Надо Разобраться С ним Но этого Рабочего Я без проблем Вернул Вот так Что-то я делаю Зачем я сюда Вернулся Рабочим Надо было Чинить Крепость Вместо того Чтобы возвращаться Какой-то я Странные ходы Делаю Опять Почему-то Ну Я видимо Конечно Решил заблокировать Коня Но Это не такая уж Серьезная проблема Честно говоря А вот Крепость Я бы починил И там Мешал Мешал бы Тем юнитам Которые в защите Находятся У соперника Да Опять Очередной Какой-то Тактический Неверный ход Надо как-то Лучше Соображать Не знаю Орехов Поесть Что ли Шоколадку Вот видите Он Конем Спокойно Убегает И Дорогу Он мне Конечно Разрушил Да Надо Легионам Только не этим Передвигаться А Зачем Вот Зачем Я сюда Передвигаю Рабочего Если у меня Легионы Тоже Строят Дорогу Рабочие Должны Заниматься Тем Что не умеют Легионы Вместо этого Я Зачем-то Вот Перевел Свою Рабочего То есть Лучше бы Он починил Крепость Или Вырубил Леса Вот Подровенные Например Ну Чтобы вровенье Быстрее Построился Легион Какие-то Вообще Бездарные Ходы Я Совершаю Прям Диву Даюсь Ну Хотя бы Ну Давайте посмотрим Что там Какую религию Кельты Приняли Плюс Два Золота За каждый Город Плюс Два Производства От Специалиста Ну Прямо Скажем Не фонтан Потому Что Специалисты Будут Только Когда он Университет Построит Плюс Два Золота От Каждого Города Ну Вряд ли Я ему Дам Обращать Города Потому Что У меня Городов Больше А вы Как Помните Из Видео Про Религию Которое Я делал Чем Больше Городов Собственно У вас Тем Быстрее Ваша Религия Распространяется Так Что Моя Религия Будет Намного Быстрее Распространяться Чем Его И Таким Образом Я буду Получать Золото За каждый Город А не Он То есть Он Принял Те Религиозные Верования Которые Вряд ли Ему Помогут То есть На его Вместе Я бы Брал Плюс Один Плюс Одно Золото За каждые Четыре Верователя То есть Как минимум Он бы От своей Столицы Получал бы Золото Потому что Его столицу Я бы Обратить Не мог А так Плюс Два От каждого Города Ну Вряд ли И Наконец Я могу Принять Следующие Социальные Политики Идем По чести И чтобы Следующим Принятием Опять же Взять Генерала Видите С какой Скоростью Столица После Постройки Кузницы Строит Юниты То есть Очень Классное Здание Никогда Не забывайте Его строить Еще Можно Конечно Мастерскую Бы Построить Тогда Вообще Каждый Ход Наверное Юнит Получался Бы Но Пока Слегка Я Конечно Тут Ну Че Слегка Очень Конкретно Я Тактически Сливаю Вот Заберу Обратно Своего Рабочего Никаких Проблем С городами Государствами При этом У меня Нету Потому что С Женевой Я и так Воюю Потому что Она В альянсе С Кельтами Вот видите Он Захватил Моего Рабочего Который Я у Женевы Когда-то Захватил Отдал Его Женеве И Видимо Что-то Еще Доплатил Мне кажется Это Тоже Не самый Правильный Ход Всего Стороны Был То есть То что Он отдал Рабочего Это правильно А вот Тратить Деньги На Альянс С городом Государством В данном Случае Не очень Правильно Потому что Это религиозный Город У него Немного Юнитов Он Мне как-то Повредить Особо Не может А Деньги Я бы Тратил На своих Юнитов Потому что Города Государства Они За них Играет Компьютер Они не умеют Нормально Пользоваться Своими Юнитами Ну как вообще Компьютер В принципе Обратите внимание Что мой соперник Не использует Своего генерала Для того чтобы Поставить его Тоже крепость И захватить Мою крепость Обратно Потому что У него он Один И у меня Генерал Тоже есть И он Может Просто Потерять Своего Генерала Ну Грубо говоря Он Ставит Крепость И следующим Ходом Я ставлю Крепость И забираю Территорию Обратно Бессмысленно Не знаете Зачем Вот сюда Легионера Передвинул Какая-то Подстава На ровном Месте Опять же Разрушенная Крепость Я туда Ставлю Легионера Мой соперник Обстреливая его Зарабатывает Очки Опыта Непонятный Какой-то То есть У меня Что-то с тактикой В голове Сломалось Вот В последние Несколько ходов И я Занимаюсь Очень Странными Вещами Я конечно Сейчас постараюсь Типа Рабочим Передвинуть И починить Крепость Но хватит Ли у меня Ходов У рабочего Вот в чем Вопрос Но зато Так как Не убили Моего Легионера То следующим Ходом Я еще Смогу И дорогу Там сделать Ну вот Время Я все-таки Решил Потратить Своего Великого Инженера На Чеченицу Потому что В отличии От Нотр-Дама Чеченица Тоже дает Очки Великого Инженера Убит Мой Легионер Гениальное Опять же Про Профукивание Юнита На ровном месте Ну давайте Сейчас быстренько Чиним Крепость Теперь Моему Длинномечнику Намного меньше Будут Причинять Урона Да Уже Меткие Луки Не справляются С длинномечниками Всего Восемь Хиллпоинтов Это Совсем Мало Отнимается Так Мне бы Сейчас еще С какого-нибудь Города Государства Стрясти Дань Потому что Уже Видите Опять В минусе Находится Моя Империя Но Зато Наука Не теряет Силы Нормально Развиваемся Да Можно Заменить О Все-таки Использовал Своего Генерала Ну В ответ Видите Я сразу Следующим Ходом Отъем Все Крепости Обратно Так что Все нормально Мне кажется Это ошибка Сейчас была Со стороны Моего Оппонента Все-таки У меня Генералов Больше Тем более Что я иду Еще и Почисте То есть Планирую Получить Скоро Следующего Генерала Надо посмотреть От войны Скоро 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 Там Генерал Появится Ну Вот Все Войска Моего Соперника Как на Ладони Сейчас Видны В принципе Так Да Выбираем Генерала И следующим Ходом Надо будет Сразу Быстренько Строить Крепость Успел Посмотрите Как он быстро Ходит Вы видите Вообще Что Я С трудом Успеваю Уничтожать С трудом Успеваю Вот Поставить Генерала Он чуть В прошлый раз Моего генерала Не уничтожил Когда я Ставил В прошлый раз Крепость И сейчас То есть Он У него Намного Быстрее Получается Передвижение Чем у меня Что Лично Меня Расстраивает Не знаю Как вас Вам может быть Пофиг Может вы За кельтов Болеете Если вы Болеете За кельтов Пожалуйста Отметьтесь В комментариях Всех Кто за них Болеет В бан И Все И до свидания Ну Шучу Конечно Может За кого Угодно Болеть Тут Дело Не в том Кто победит А Показать Все тонкости Игры В цивилизацию И Собственно Чем сильнее У меня Будет Противник Тем Лучше У меня Это Получится Так что Мне бы Понятно Даже лучше Чтобы у меня Были сильные Противники Потому что Тогда Получаются Более Интересные Видео Поэтому О Вылечил Мечника Зря только Его Долбал Я Жалко Жалко Так Надо Вообще Эту дорогу Снизу Починить А то Некуда Передвигать Юнитов Так Ну вот этот Как то у меня Легионер Вообще не участвует В игре Надо его тоже Перекидывать На фронт До сих пор Жалею Что я Ну Куда Ну Убирай Мечника Ой Лечим 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 Фу Успел Фу Вы смотрите Он потерял Об этого Длинномечника Несколько Юнитов И Очень Неплохо Получилось То есть Благодаря тому Что он Находится В Крепости Видите Тут я Передвинул Легионера Сразу построил Дорогу И Восстановил Крепость Все очень Хорошо Все очень Хорошо Сейчас я Уничтожу Этого Мечника Соперника И вот Этого Очень И генерал Ну Прямо Прелость Прямо Прелость Здесь У меня Значит Есть Генералы Плюс Еще Через Сколько То ходов Родится Генерал От чести Смотрите У моего Соперника Уже Арбалеты Появились Знаете Что Я думаю У него Родился Великий Ученый От Великой Библиотеки Уже Как бы Время Пришло Наверное Даже Давно Родился И он Его Использовал Не На Академию А Сжег Чтобы Быстрее Получить Какое-то Тех 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 Потому что Не было Времени Я Так На него Наседаю Войсками Он Строил Великую Библиотеку Висячие Сады А на колледж Его не хватило Иначе У него было Намного Меньше Юнитов Подставил Баллисту Какой Я молодец Лечим Куда Уничтожай Ну что Я делаю Ну в принципе Может и так Тоже Неплохо Но надо Было Бы Мне кажется Правильнее Какого-нибудь Лучника Убить А не Крепость Восстанавливать Ну в принципе Три крепости У меня теперь Восстановленных Что очень Неплохо Еще один Генерал Уже Появился Другой Генерал Появится От Принятия Социальной Политики В чести И я Честно говоря Не вижу Тут Каких-то Проблем В достижении Победы Ну если Конечно У меня Не начнется Очередной Приступ Тактического Безобразия И я Не начну Опять Подставлять Юниты Вот У моего Соперника Ну да Правда Проблема Что у моего Соперника Арбалеты Уже Появились Но он Всего Один У него Не знаю Есть ли у него Деньги на Апгрейд Вот оставшихся Лучников И желательно Конечно Их уничтожить До того момента Как Он Апгрейдит Их В Арбалеты Юнитов У меня В принципе Много Армия Сильна Правда Минус Тут В том Что Золото В минусе Ну правда Вот видите Я переключил Рим на Фокус Золото И теперь У меня Достаточно Науки И в принципе Пока Все путем Идет Так О Мне тут Варвары Помогают Во всю Смотрите Все таки Варвары Почему то На стороне Рима В этой игре Ну вот Видимо Я потеряю Легионера Из-за того Что убил Смотрите У него уже Два арбалета Ну В принципе Он сможет Обороняться Неплохо Но Дело в том Что у него Все еще один Город Да Он Хотя не знаю Может и не один Может там ниже Есть какой-то Еще город Я половину Территории Этого города Отъел Правда Не Производственную Часть Не половину А где-то Четверть Наверное Территории Производство У него Как раз С другой Стороны Все осталось Но зато Могу подбираться Прямо К его границам И тут Собственно Не видно Что ему Делать Как Как Из этой ситуации Выходить Пока Все Просто Замечательно Так Никто А Женева Кстати С Женевой Помириться Для начала Ну Я еще раз Напомню Что Когда В красной Зоне Вот эти Отношения С городами Государствами Они Дань Точно Не будут Никакую Платить Сначала Должно 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 Отношения И тогда Можно С них Дань Требовать Ну Пока Я Перекидываю Тут Банальные Действия Происходят Перекидываю Армию То Что Новое Появилось На фронт Чтобы Чтобы Было Что Подставлять Под Стрелков Моего Соперника Тож Я Мало Юнитов Подставил Так К сожалению Не могу Я убить Этого Метка Лука О Смотрите Что Происходит Мой Соперник Ставит Крепость Очередную И Я Теряю Длиннолучника Он Отъел Мои Две Крепости Но Вы Уже Понимаете Куда Я Поставлю Крепость Вот Чуть Выше На Открытое Место С Яблоками Вот Туда То есть Только Что Мы Слушайте Он Только Что Получил Может Он По Чести Пошел Как То Он Быстро Получил Генерала Интересно Надо Глянуть Будет В Дипломатии Какие Он Политики Принял В Принципе То есть Лично Меня Это Радует Если Он Пошел По Чести Потому Что Он Не Закрывает Традицию У Него Город Будет Расти Медленно Он Не Получает Те Плюшки От Традиции На Которые Рассчитывал И Соответственно У Меня Намного Больше Шансов Становится Победить Ну Пока Видите Больше Крепостей На Его Территории Он Пока Ими Владеет Так Ну По Солдатам Ого Я Уже Ну Да Больше Чем В Два Раза Его Превосхожу То Собственно Это Видимо Все Солдаты Которые У Него Есть То Что Мы Сейчас Видим Два Арбалета Меткий Лучник И Один Меткий Лучник Все Так Нам Не Виден Он Лечится Видимо Два Метких Лучника И Два Арбалета Что Очень Неплохо Ну В Моем Понимании Для Меня Так Очередной Очередного Легионера Я Потерял Вот Вот Эта Подстава Очередная Подстава Длинномечника Зачем-то Надо было Шифтом Передвигать В конце Хода А не Сейчас И Получается Что Так Да Строим Дорогу Строим Дорогу Теперь Быстренько Сюда Блин Не хватает Ходов Вот Сначала Надо Посмотреть Хватает ли Ходов У Генерала А потом Уже Двигать Туда Длинномечник А теперь Получается Я Трех Своих Юнитов Смотрите Трех Юнитов Подставил Под Четырех Юнитов Обратно Передвинул Слава богу Трех Юнитов Да не Четырех Правильно Вот еще Четвертая Стоит Четырех Юнитов Подставил Под Удары Вражеских Крепостей Этому Длинномечнику Уже Конец Явно Не знаю Легионер Выживет Или нет Ну как это Что я делаю Зачем я Подставляю Своих Юнитов Строю И подставляю Надо Концентрировать Их в кулак И потом Уже Всеми Этими силами Нападать На соперника У него Юнитов Мало Он не может Создать Какие-то Проблемы Я конечно Типа Сейчас Рассчитываю Следующим Ходом Вылечить Этого Длинномечника Разрушив Крепость Но я Уверен Что он До следующего Хода Не доживет То есть Сейчас По нему Бабахнут Из двух Крепостей И он Умрет Поэтому Вот Смотрим Да И он Умер И еще Вот этот Длинномечник Умер Ой Ну я Дурак Ну я Подставщик Ну вот Как я Так Что Что это За Да Так Что у меня Кто у меня Там Родился А Пророк Родился Значит Можно Укреплять Религию И заниматься Ее Распространением Да Надо Отводить Легионера Блин Сколько Я сейчас Юнитов Уже Потерял На ровном месте Мне тут Еще Варвары Мешают Жить Отвратительно Отвратительно Тактическая Игра С моей Стороны Уже Давно Можно Было Единбург Захватить Вместо Этого Я Вот Какой-то Фигней Занимаюсь Захватить Еще Тогда Когда Я Проспал Во-первых Проспал Размещение Равенны В правильном Месте Сколько Я там Несколько Ходов Потерял Штук Пять Потом Не Апгрейдил Легионеров В длиннамечников Когда У меня Были Деньги Из-за Этого Нападал Слабыми Юнитами Ну Соответственно Слабые Юниты Противника Но Он Смог Их Сохранить Ну Теперь Видите Такие Поддавки С моей Стороны Ну Видимо Слишком Неинтересно Мне Быстро Побеждать Вот Занимаюсь Такой Фигней Ну что Успею я Поставить Крепость Или Мастер Фаст Клика Меня Опередит Успел Слава тебе Боже Да Даже Еще Легионеров Успел Поменять Так Ну что Смогем Мы Этого Арбалета Уничтожить Так Теперь На моей Стороне Смотрите Как за меня Варвары Играют Все таки Какое чудо Вон они уже Под Стенами Эдинбурга Находятся Может он еще Уничтожит Крепость Которая На стороне Моего соперника Было бы Просто Замечательно Так Ну пока Рабочий Пускай Постоит Потом Вылечит Нет Пока Варшава Не хочет Мне платить Деньги Смотрим Ну Помните У меня в два раза Больше было солдат Теперь Практически Мы сравнялись Благодаря тому Что я потерял Столько Своих Юнитов На ровном месте Ну Ёлки-палки Как так Но Зато Пока Видите Сколько Территорий Отъета У Эдинбурга И Пока У меня Тут Все-таки Атака Идет Несмотря на Дурацкие Тактические Смотрите Мне тут Вот это Варшавский Пикинер Очень мешает На проходе Встал Прям на дороге Да Как я и говорил Вражеский Пикинер Уничтожил Крепость Кельтов Которая Меня Обстреливала И Благодаря этому У меня теперь Никакие крепости Не обстреливают Зато Три мои Крепости В рабочем Состоянии Надо Вот еще Арбалета Согнать С четвертой Починить ее И все будет Нормально Равена Приняла Верование Эдинбурга Но Это ненадолго Надо Начать Уже Мою Вот я Пишу Своему сопернику Да Я смотрю Что варвары За меня играют Ему приходится Еще и на варваров Отвлекаться Это при том Что мы играем Не с агрессивными Варварами А с обычными И Их тут Все равно Довольно Большое количество Так Ну У моего соперника Уже три арбалета О Он восстанавливает Обратно Крепость О Еще один Генерал Ну у него точно Принята честь Это стопудово И Но он Не Не хочет Его использовать На захват Крепости На самом деле Тут Непонятно Куда его Лучше Ставить Видимо Вот Чуть выше И правее Арбалета Видите Чтобы еще Две крепости Захватить Но пока Успел он Арбалету И так Что я сплю Еще Очередного Легионера Потерял Класс Что я За Соня Такая Почему я Теряю Войска На ровном Месте Да Ну хотя И у него Арбалетов Арбалет Уничтожили Мои крепости Слава богу Так Ну вот я Передвигаю Сюда Длиннамечника Чтобы Мой соперник Здесь Генерала своего Не поставил И крепость Не разместил Как бы Только меня волнует Как бы я не подставил Длиннамечника Таким образом Так Лечиться Убираю Легионера В принципе Ну в принципе Правильно Опаньки Опаньки Посмотрите Как быстро Никола Воспользовался Ой Две мои крепости Уничтожил Ну как Блин И следующим ходом Еще и третью Видимо Уничтожит Так И Да Покеда Длиннамечнику Зашибись Зашибись Называется Как Леша Сливает Да Все Все четыре Крепости На моей территории Разрушены Чинить Мне вроде Есть чем Но Смотрите У него У него В войсках Преимущество И Теперь Мне как-то Сложновато Будет Блин Зачем Я Ну Просто Нет слов Сейчас Еще второго Да И сейчас Я еще Два Легионера Слил Легионера И Рабочего Да Вот Зачем Я это Делаю Зачем Я их Подставляю Кто Если Меня Объяснит Вообще Смотрите Я у меня В два Раза Было Больше По силе Войск И теперь Я уже У меня Уже Меньше Войск Чем Моего Соперника По Демографии Класс И Я не скажу То есть Конечно Никола Воспользовался Всеми Моими Ошибками Но По-хорошему Это Я Все Свои Войска Подставил А не Мой Соперник Своими Действиями Ну Напал Например И Тактически Обыграл Меня Здесь Класс Класс Просто Нет слов То есть Причем Сейчас Мой Легионер Был уничтожен Даже Не Не Как его Сказать Не юнитами А Крепостью Крепостью И Николе Оставалось Только Вот Я написал Что он Мастер Фастклика Быстро Схватить Моего Рабочего Причем Он его Сейчас Даже Не Защищает В надежде Что Может Мне Еще Придет В голову Несколько Своих Юнитов Вывести Чтобы Захватить Этого Рабочего Обратно Ну Благодаря Тому Что я Произвел Еще Несколько Юнитов Видите Я опять Вырвался Вперед По Солдатам Но Сейчас Как я Гениально За последние Ходы Четыре Юнита Да По-моему Потерял По Собственному Ну Вот и Никола Выдвигается Интересно Зачем он Так Сюда Двигал Генерала А Может Он Пытался На месте Разрушенной Крепости Поставить Свою Но Если Вы Не В курсе Например То На месте Разрушенной Крепости Новую Невозможно Поставить Надо Сначала Если Крепость На вашей Территории Убрать Ее И Тогда Можно Ставить Новую Хотя Зачем Это Ну Это Может Понадобиться Чтобы Территорию Захватить Побольше Иначе Лучше Конечно Просто Рабочим Ее Починить Чем Убирать И Новую Ставить Так Что Еще Очередное Очередного Легионера Теряю Это Какой-то У меня Что-то Какой-то Бзик Видимо В голове Психанул Что-то Видите Свои Юниты Подставляю Я Не знаю Как Объяснить Вот эти Мои Действия Почему У меня Неискоренимые Ну Я Конечно Тут Пытаюсь Вернуть Этого Рабочего Это Понятно Потому Что Очень Хочется Починить Эти Крепости Но По-хорошему Надо Сконцентрировать Как правильно Действовать Надо Сконцентрировать В равенне Опять Кулак Из Юнитов И Уже С их Помощью Восстанавливать Крепости А не Вот так Как я Действую По одному Юниту Подставляю Конечно Моему сопернику Не составляет Труда Обстреливать Их И убивать Всего Лишь Один Юнит Че Ему Париться Вот тут Я пытаюсь В начале Хода Убрать Моего Юнита Но на самом Деле Это Бессмысленное Занятие Потому что Он Убивается Крепостью То есть В начале Хода Он просто Убивается Крепостью А Коник Моего Соперника Уже Захватывает Неприкрытого Рабочего То есть Там крепость Починенная У моего соперника Стоит Которой он Постоянно Пользуется И под которую Я подставляю Зачем-то Юнитов Опять Немножко Вперед Промотаю Буквально На один ход Потому что Тут ничего не Происходило Я Юнитов Стягивал И не подставлял Их На этот раз Тут Интересно Вам показать Что новое Придумал Мой соперник Вот смотрите Он Ставит Крепость Под Неаполисом То есть Не пытаясь Перехватить Эти Крепости Которые Под Эдинбургом Находятся А меняя Совершенно Вектор Атаки Ставит Крепость Под Неаполисом Неаполем Тут Я для него Уже Дорог Понастроил Достаточно И Во-первых Он этой крепостью Перекрывает Мне проход Вот Между Между Горами Эти две клетки Теперь становятся Его территорией А напомню У него Великая стена Поэтому Мне Будет там Идти Очень сложно Во-вторых У него Дороги Появляются Которые Строил я И он Может Своими Юнитами Начать Нападение На Неаполь Очень Интересно Вот видите Он уже Обстрелял Арбалетом Неаполь Естественно У Неаполя Не слишком Большая защита Его границы Подходят Прямо К стенам Города Точнее Не к стенам А к границам Города Потому что Стен у Неаполя Нету И у меня Оказывается Большие Проблемы Потому что Я добраться До Арбалета Вот В этой Крепости Не могу Точнее Мне для этого Аж два Хода Надо Ну вот Это он Зря Подставляет Арбалетов Прямо К стенам Ну С другой Сторон У нее Нету Других Вариантов Потому что Ему то Его Город Обстреливать Надо Обстреливать Можно Только С крепости И вот С этих Двух Близких Городу Клеток Поэтому Ему Приходится Все таки Подставлять Своих Арбалетов Но Дело В том Что Для Неаполя Арбалеты Очень сильные Юниты И они Видите Уже Довольно Много Хитпоинтов Снимают Так что У меня Тут Только Буквально Недавно Я практически Выигрывал Игру А тут Могу уже Город потерять Вы понимаете Что происходит Как видите Мой соперник Выигрывает Все таки Не за счет Быстрого клика А потому что Он шарит В тактике И Вот это То что он Сообразил Что не надо Захватывать Вот этот Миллион Крепостей Которые У него Под городом А стоит Захватить Только Неаполь Потому что Несколько Вот крепостей Моих Как минимум Две Наверное Или три Они будут Как бы Относиться К В сфере Неаполя И захватив Неаполь Он таким образом И захватит Вот эти крепости Понимаете Да елки-палки Смотрите Я даже не могу Его арбалета Ни одного Убить А он уже Практически Снял Всю защиту У Неаполя И Ему Как-то Сказать Захватив Неаполь Он и захватит Эти крепости А потом Можно и с Равеной Разобраться Таким образом Это Очень Правильное Решение И Главное Что у него Это получается Притворять В жизнь Там Такой Этот узкий Перешеек Что Я не могу Нормально Отражать Атаку Этих Арбалетов Во-первых Во-вторых У него Великая Стена Которая Не дает Мне По его Территории Ходить И Добраться До этой Крепости Будет сложно Так что Здесь Единственный У меня Вариант Для спасения Это Уничтожить Того юнита Которым Собирается Город Захватывать В данном Случа Вот видите Он конника Подвел И я сейчас Окружаю Город Он Тут он Не очень Правильно Сделал Что Вывел его На мою Территорию И ему Просто теперь Неоткуда Захватывать Город Следующим Ходом Он Снизит Защиту Неаполя До Нуля Ну вот Тут я Зато Могу его Несколько Арбалетов Уничтожить Так вот Он снижает Практически До нуля Так Мне просто Надо сейчас Так сделать Чтобы Конник Не мог Захватить Все Вот Сейчас ему Не хватит Ходов Чтобы Захватить Город И теперь Я могу Передвигать Своих Юнитов И вот Два Арбалета Я слава богу Уничтожить Смог И при этом Не дал Его Коннику Захватить Мой город Вот теперь Варвары Играют На стороне Моего соперника Видите Пришел Уничтожил Там Шахту На Алмазах Теперь Видимо Следующим ходом Уничтожит Ферму Варвары Я построил Бесполезный На данный момент Трибушет Ну Видимо Надо То есть Я его строил С прицелом Чтобы Эдинбург Брать Но сейчас Он видимо Пригодится Для того Чтобы Неаполь Отбивать Хотя Пока Слава богу Мне это Не требуется Так Ну Следующим Ходом Мне надо Будет Быстро Убирать Моих Длинномечников Из-под Удара Арбалетов Потому что Сейчас Меня Очень хорошо Покоцает Крепость Внимание Да Убираем Успел Так А куда Это он Успел Коня Убрать Так Ну что Я торможу Вот Все Убрал Что-то Я не пойму Я убил Коня Во Блин Недалеко Я увел Своего Длинномечника Тоже Сглупил И все-таки Мой соперник До него Добрался Да О Он уже Скаута Подводит Ну Так Мне тут Копейщик Мешается Опять Что тут Варшава Ага Вот где его Коник Куда Убежал Ну что ж Добьем Все-таки Ну видите У него Теперь Скаут Есть Он Видимо Либо Купил Либо Построил Скаут А в Эдинбурге Коником У него Не получилось Захватить Зато Скаутом Вполне Может Получиться Не Ну блин Этот Копейщик Реально Мешает Что за Фигня Вообще Ну смотрите Что тут Арбалеты У меня В тылу Варварские Нехорошо Поступают Да Блин Так я Сейчас Еще Неаполь Потеряю Вот Блин Вот Блин Что Ж Делать Ну Тут Ничего На самом деле Сложного Нету В вопросе Что Делать Продолжаем Строить Юниты Другой Вопрос Какие Юниты Строить Пока На длиннамечники Будем Упирать А потом Эээ Ну 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 Так Пока Он Не может Захватить Город Хотя Может Сейчас Моего Длиннамечника Уничтожит Видите Я даже Не обращаю Внимания На арбалет Этот Варварский А Всех Своих Юнитов Передислоцирую Быстро К Неаполю В попытке Сохранить Его Да Ну Следующим Ходом Мой соперник Вполне Уже Может Захватывать Неаполь Да Беда Да И все Ой Я и двух Юнитов Потерял Один Еще В Неаполе Сидел Да Как-то Все Повернулось Другим Боком Все Совершенно Недавно Я практически Уже Громил Кельтов А теперь Все Наоборот И вот Обратите Внимание Что Теперь Те Крепости Которые Были Под Эдинбургом Полностью Стали Все Перешли На сторону Кельтов Потому Потому Они Принадлежали К Неаполю К Территории Неаполя Да Требушет Уничтожен Конечно Великая Стена Офигенно Помогает Моему Сопернику Да Тяжело Тяжело Что Делать Ну В общем То Как я и говорил Выход Тут Один Это Концентрировать Кулак Из юнитов И Отбивать Неаполь То есть Не вот так Как я Сейчас Тремя Юнитами Пытаюсь По отдельности Его захватить А Сохранить Юниты Собрать Их Рядом С Кумаи Да По моему Называется Там Городок У меня По пути К Неаполю Да Кумаи И Атаковать Неаполь Поэтому Я экономлю Ваше время Перепрыгиваю Через Пять Ходов Когда Уже У меня Есть Сэкономленные Построенные Юниты Которые Я наконец-то Не подставляю Под Вражеские Удары А Сохраняю И Вот Я сейчас Планирую Начать Наступление В это время Мой Соперник Окрыленный Захватом Неаполя Пытается Еще одну Кость В горле У себя Извлечь И Захватить Мой Город Равенну Вот Видите Он уже Обстреливает Его Арбалетами И Как мне Кажется Это Очень Важная С его Стороны Очень Важная С его Стороны Стратегический Стратегическая Ошибка Потому Что Равенна По хорошему Особой Опасности Не представляет Моих Юнитов Там Нет Он Это Видит Зато Ему Зато Я Собираюсь Атаковать Неаполь А вот Неаполь Стратегически Очень Важен И Захватив Его Обратно Я Получу Во первых Три Крепости Обратно Свои Во вторых Проход К Одинбургу Опять же Опять же У меня Будет Прямо Под Границами Его Города Войска И Я Как бы Вернусь В игру Но В принципе Видите Я Неаполь Еще Не Осаждаю А вот Мой соперник Равенну Осаждает И Не знаю Один или два Хода ему Осталось До его Взятия В принципе У него Есть войска Почему бы Не Поосаждать Равенну И ее Не захватить Зато Я Мне Очень важно Захватить Неаполь Еще раз Повторю Ну вот Видите Войск у меня Достаточно Единственное Что Мое Продвижение Будет Опять же Тормозить Великая Стена Хорошо Было Дорогу Вот На этот Тайл Где Еще Куда Поставил Длинномечник А там Бы Хорошо Рабочим Дорогу Построить Чтобы Можно Было Быстрее Юниту Туда Перекидывать Ну а В Риме Видите Я Строю Поселенца Потому что Мне надо Как-то Компенсировать Потерю Своих Городов Даже Если Я верну Неаполь То Скорее Всего Потеряю Равенну А Производство У меня Жизнится На Количестве Городов Собственно В принципе Еще два Города Хотя бы Как минимум И есть Куда Поставить И Было бы И неплохо Их Поставить И Счастье Мне на данный Момент Позволяет Это Делать Так что Поселенец Это Неплохой Выбор На данный Момент Войск у меня Уже столько Что мне Просто будет Их некуда Ставить Рядом С Неаполем Поэтому Можно Немножко Отвлечься От Ну Давай Я успею Походить Да Успел Ну Пока Ему Нечем Захватывать Равенну Судя По всему Точнее Может И есть Чем Но Нету Невозможно А Нет Все таки Есть чем Равенну Захватывать К сожалению Вот Я и Равенну Потерял И вот Два Моих Основных Оплота Откуда Я Атаковал Силы Кельтов Помните Как все Хорошо Начиналось Я под Стенами Эдинбурга Находился Но Но Судьба Жестока Точнее Не судьба Жестока Мои кривые Руки Которые Ладно Что я на руки Гоню Не руки кривые А мозг Дурной Который Подставлял Юниты Не апгрейдил И Когда победа Уже была В кармане Просто взял И Можно сказать Все Отдал Сопернику Очень Как-то Я все это Странно Провернул Согласитесь Но Не все Так Плохо Благодаря Тому Что Соперник Отвлекся На Равенну У меня Есть Шанс Отбить Неаполь И Видите У меня Уже Войска Под ним Начинаем Его Обстреливать Всячески И Думаю Хода Два Моему Сопернику Потребуется Чтобы Перекинуть Войска Из-под Равенны К Неаполю И защитить Его Так что Все Все В моих Руках Ну тут У меня Варвары Мешаются Всячески Вообще Они мне Уже Надоели Ну вон Уже Один арбалет У него Находится В крепости И вот Тут Случилась Неприятность Технического Свойства Дело в том Что у меня Закончилась Если можно Так сказать Пленка На самом деле Закончилось Место На жестком Диске В записи Видео Ну чтобы Вам было Понятно Как вообще Трудоемко Как много Занимает Место Видео Где-то Примерно 4 гигабайта 8 минут Вот так А мы играли Около 5 часов Сами понимаете Я же вам не все Показываю Еще вырезаю Чтобы ваше Время не тратить Так вот Закончилось Место На жестком Диске А в пылу Борьбы И вы же видите Какая тут ситуация Все Важно Ничего не пропустить В пылу Борьбы Я это не сразу Заметил Когда заметил Я предложил Сделать сейв Своему сопернику И перенести Игру На попозже Доиграть В следующий раз Вот Когда мы Загрузили сейв Я с того момента Уже дальше Снимал видео Но Что произошло Между сейвом И вот Тем моментом Когда закончилось Место На жестком диске Вы не увидите А прошло Целых Десять Ходов Поэтому Мне надо Вам Немного Рассказать Шла Долгая Битва За Неаполь И мне Удалось Его Отбить Обратно Я все-таки Смог Воспользоваться Тем фактом Что Мой соперник Отвел Войска Для Равенны И после этого Шла борьба Рядом С Неаполем Мой соперник Один раз Его даже Отбивал Обратно Но В итоге Все-таки Я смог Закрепиться В этом городе И вот Как Выглядит Это место После Того Как мы Загрузили Сейв Видите Несчастный Неаполь Практически Обезлюдил Но Как я и говорил Благодаря Захвату Неаполя Я смог Захватить Клетки С крепостями Вот они Внизу Которые Как бы Считаются Игрой Относящиеся К Неаполю Опять у меня Крепость Стоит прямо Под Эдинбургом И Есть клетка Для Прокладывания Дороги К этим крепостям И вот Мой рыцарь Находится На вражеской крепости Которую я сейчас Планирую Разграбить Вот с этого момента Давайте и продолжим Итак Мой соперник Незамедлительно Начинает Обстреливать Моего рыцаря Но У него Недостаточно Арбалетов Я успеваю Разграбить Крепость И вот смотрите Что я Какой я трюк Проворачиваю Я не нападаю Сразу На его Арбалет А пододвигаю Трибушет Обстреливаю Арбалет И он не успевает Сообразить Я уничтожаю Арбалет Вместе с генералом Ну Тут вы понимаете К сожалению Вы не видели Всего Размена Юнитов То есть Я терял Юниты И он Терял Юниты Но Благодаря тому Что у меня Производство Выше Все таки Игра Через Волю В этом И хорошо Что я могу Очень быстро Восполнять Свои потери Мой соперник Нет И как видите Я стал Строить Много Рыцарей Которые Очень хороши Против Арбалетов Моего соперника То есть Я именно Большим Количеством Рыцарей И смог Уничтожить Большинство Его Юнитов Ну видите У меня тут Проблемы В тылу Дороги Разрушены Разрушены Улучшения Это он Все постарался Естественно Рядом со столицей Там еще Варвары Хозяйничают Но Благодаря Захвату Неаполя Я теперь могу Продолжить Все таки Нападение На Эдинбург И вот тут Особенно Явно Становится Видна Стратегическая Ошибка Захвата Равенны Точнее даже не захвата Равенны А то что Мой соперник Отдал Неаполь Ему надо было Закрепляться В Неаполе Плевать на Равенну Потому что Крепость Это уже Под его контролем Мне в Равенну Во-первых Блин Пекинер этот Варшавский Дурацкий Мешает пройти Во-вторых Ну вообще Территория То есть не очень Удобно туда Идти И ему Надо было Сосредотачиваться На защите Неаполя Но Я Слава Богу Смог Отбить Неаполь И Продолжаю Наступление На Соперника Видите Проход Есть Здесь Не действует Его Великая Стена Такой Интересный Выступ Получился Всего Одна клетка Но Программа Считает Что это Все Относится К Неаполю Именно Поэтому Вообще Есть Даже Такая Стратегия Я вам Расскажу Когда Нападают На ваш Город И И Используют Крепость Генерала Используют Для того Чтобы построить Крепость И отъесть Какую-то Вашу Территорию То Иногда Лучше Сдать Город А следующим Ходом Его захватить Обратно И тогда Вот эта Вражеская Крепость Окажется На вашей Территории То есть Можно не тратить Генерала Чтобы ее Обратно Отбить И Программа Посчитает Что эта Крепость Относится К вашему Городу И таким Образом Вы нарушите Планы Соперника Ему Будет Опять Сложно Вас Атаковать Но это Конечно Касается Не Столицы Потому что Если вас Захватывают Столицу То Можно Сдаваться Даже если Вы ее Можете Отбить Следующим Ходом Назад Вы Получите Очень Большой Экономический Штраф Там же Уничтожаются Некоторые Здания Уменьшается Количество Жителей И Поэтому Восстановить Все это Будет Очень Сложно Еще Одна Прелесть Игры Через Волю Вот В данном Случа То Что Потеря Неаполя Не сильно Отразилась На моей Экономике При Игре Через Волю Ваши Города Маленькие И Потеря Одного Или Даже Двух Из них На вас Не очень Влияет Тем более Если вы Можете Их Потом Отбить Обратно Вот При Игре Через Традицию Когда У вас Два Или Три Города Больших Отожранных Потеря Каждого Города Будет Очень Критичной Здесь же Через Волю Видите Я смог Оправиться Сконцентрировал Свои силы И Спокойно Отбил Ареттиум В нем Тут тоже Что-то Происходит Видите Там Скаут Соперника Не знаю Что он Там Скаутирует Но Надо бы Его оттуда Прогнать Вот Сейчас Я наверное Отправлю Своего Рыцаря К нему Чтобы Немножко А Это Куплен Рыцарь За Очки Веры Кстати Поэтому Он в этот Ход Ходить Не может Еще Понятненько Вот Значит Имейте Ввиду Что Вот Есть Тоже Такая Стратегия Как Отдать Свой Город Чтобы Получить Обратно Свою Территорию Вместе С Крепостью Противника И Таким Образом Вы Подорвете Немного Армию Противника Он Получается Зря Потратит Генерала И Все Будет Замечательно Ну Вот У меня Лишний Генерал Войск Войск противника Вообще Не видно Но он Явно Где-то Внизу Их Лечит Но Опять же У него Их Немного Потому что Нету У него Так Кого Это Убило А Это Я Его Рыцаря Убил И Тут Сейчас Моего Рыцаря Убило Так Вот О Можно Так Подождем Не будем Использовать Промоутинг Может Сейчас Будет Обстреливать Этого Длинномечника И Тогда После Обстрела Можно Будет Его Вылечить Ладно Не Обстреливает Дадим Тогда Бонус К Открытой Местности Ну и видите Я размещаю Своих Длинномечников На территории Врага На его Клетках Которые Он обработал Чтобы за счет Них Лечиться И Буду Таким образом Пополнять Здоровье Во-первых Пополнять здоровье Своих солдат Во-вторых Ухудшать Экономическое Положение Соперника Ну и Кстати Разграбление Клеток Еще и Денежку Дает Так что Таким образом Можно Поправить Своё финансовое Положение Даже немножко Пока Не собираюсь Я генерала В какую-либо Крепость Ставить Лучше Получать Бонус К силе Юнитов Да Я тут Еще Построил Несколько Рабочих Потому что У меня их Практически Не было Они были Уничтожены Нехорошими И варварами И Николой Тоже Очень Некрасиво Он поступал По моему мнению Зачем Он убивал Моих Рабочих Вот Я например Его рабочих Тоже убивал Но Я это делал Красиво Согласитесь А вот Он Некрасиво Вот так Я бы сказал Вежливо Это делал Говорил Извините Можно я Вашего Рабочего Убью И все И убивал Так Требушет К сожалению Умер Я его Зачем-то Подставил Ну вы же Знаете Как я люблю Подставлять Юнитов Я его Зачем-то Подставил Под Удары Двух Городов Эдинбурга И Равенны Внизу И хотя Он стоял На Клетки С крепостью Это ему Особо Не помогло Но смотрите Варвара захватил Рабочего Моего соперника Следующим ходом Я уверен Что он Еще и разрушит Крепость В которой Находится То есть Опять варвары За меня Играют Почему Никола Не уничтожает Этот варварский Рассадник Я не знаю Хотя вот У меня здесь Под Антиумом Тоже Варварский Рассадник Но я до него Все-таки В итоге Добрался И уничтожил Он меня Очень сильно Раздражал И мешал Мне Так Ну рабочие Тут Восстанавливают Дороги И улучшения Наконец-то Было Я выбрал Рыцаря И сижу Смотрю Как его Убивают Это Ну просто Ступор Вот У меня Когда Все хорошо В игре Идет У меня Начинается Какой-то Ступор Крепость И уничтожил Крепость Крепость Которая Тут Как бы Есть Большое Желание Захватить Равенну Но Она Не играет Большой роли Нам Нужен Эдинбург И мы Будем Только Его Захватывать А у Меня Еще Один Генерал Оказывается Есть Поэтому Я Мне Так Не жалко Было Крепость Ставить Из Генерала Еще Один Генерал Появился Ну Все Правильно Че Зачем У меня Два Генерала Я На Два Фронта Не Работаю Так Очередной Рыцарь Убит Понятно Я Его На Шифт Поставил На Шифт И Не Проследил Естественно Мой Соперник Быстро Воспользовался Моей Оплошностью И Уничтожил Рыцаря Но Ничего Я Его Крепость Тоже Уничтожил А Тут Дороги Не Было Оказывается Блин Я Думал Тут Дорога И Я Сейчас Починю Ладно Вот Сейчас Тогда Сделаем Дорогу У меня Аж Поцел Ну За один ход Мои рабочие Все чинят Ну Видите Эдинбург В осаде В принципе К сожалению У меня пока нету Три бушетов Ну Я там Веду Вроде Какой-то Один Но Я не думаю Что Взятие Эдинбурга Сейчас будет Составлять Какую-то Сложность Видите Практически Вся Территория Подстольная Полиция Захвачена Мной Еще И тут Варвары Мешают Моему Сопернику Но С другой Стороны Я точно Так же Думал Когда Нападал На Эдинбург Своими Легионерами И Длиннамечниками Тоже думал Что дело Сделано Однако Моя Тупость Нерасторопность Закостенелость И Не сделанный Вовремя Апгрейд Растянул Партию Намного Дольше Чем и Планировалось Я даже Два города Потерял Так что Тут Все еще Может Произойти Кто его Знает Слушайте Ну вот Эти Пикинеры Варшавские Реально Задолбали Он Мне постоянно Мешает Передвигать Юниты Это вообще Какой-то Отвратительный Город Точнее Мне Варшава Очень нравится Я там Не раз бывал Очень хороший Город Но вот В этой игре Это просто Этот Пикинер Который Становится На моих Дорогах И мешает Быстрому Передвижению Юнитов Это что-то С чем-то Ну Видите Я уже Восстановил Все Крепости Причем И дороги Провел То есть Захвату Эдинбурга Не мешает Вообще Ничего Вот Там Варвары Еще Всячески Мне помогают Я не знаю Вот Кстати Интересно Почему Никола Не уничтожал Варварские Поселения Все-таки Это денежка Какая-то И Тренировка Войск На Варварах Видите Варвары Нападают Почему-то Только на Войска Николы Видимо Они нападают На того Чья Тереть Ну Вообще Они нападают На тех У кого Меньше Хитпоинтов Я уже Об этом говорил Но Когда у Хитпоинтов Одинаково Как они Выбирают На кого Нападать Может у Кого Сила Меньше Тогда Конечно Арбалеты Потому что У них Защита Меньше Чем У Длинномечников И Кто У меня Там Рыцари Вот Уже Еще Три Бушеты Подоспели Ну Видите Никола Обстреливает Во всю Моих Рыцарей Но Я В этот Уже Раз Стараюсь Не Подставлять Особо Юниты Быстро Их Уводить Их Надо Хранить И Уже Тем более Что у меня тут Аж три Крепости В моем Распоряжении То есть Защита У моих Юнитов Выше Чем Соперник Может позволить Себе напасть На них И Постепенно И Лечу Их Собираю Кулак Для Финального Нападения На Эдинбург А мне Там Еще И Варвары Помогают В тылу В тылу Соперника Имею Ввиду Вот смотрите В Эдинбурге Находится Арбалет И видите У него практически Не осталось Здоровья Это потому Что Две Крепости Которые Находятся Прямо Под Эдинбургом Мои Две Крепости Его вот так Каждый ход Обстреливали Так Ну надо Рыцаря Использовать Для убиения Арбалетов К сожалению Этот не Добегает Следующим Ходом Тогда будем Им Атаковать Так Ну С рабочим Я уже не знаю Что делать Поставлю его На автомат Пускай он там Разбирается Передвинул В последний момент Длиннамечника Но я конечно Не успею Да Не успею Этот арбалет Уничтожить Зато успел Вылечить Длиннамечника Его не уничтожили Вот сейчас Попытаемся Этот арбалет Убить Но к сожалению Нет Ну Я сейчас понимаю Что пикинер Скорее всего Убьет Моего рыцаря Но Я Готов Его пожертвовать Потому что Следующим ходом Скорее всего Я уничтожу И пикинера И арбалета Еще раз напоминаю Что Для моего соперника Потери Юнитов Намного Намного Более Существенны Чем для меня Поэтому Отдавать Даже Если одинаковый Размен Делать Юнитов То все равно Буду я В выигрыше Вообще Надо было Конечно Генерала Раньше Передвигать Чтобы 20% Бонуса Было У моих Юнитов Но То есть Не в начале Атаки А в конце Ой То есть В конце Атаки Не надо было А в начале Атаки Надо было Ну Тут В запаре Боя Не все Не за всем Успеваешь Следить Так что Хоть так И теперь У меня Все юниты На которые Может напасть Мой соперник Еще и под Защитой Генерала Будут иметь Или плюс 15% Я уже забыл Но не важно Будут Главное Что у них Сила будет больше Благодаря генералу Вот И требушет Потихоньку Подходит Скоро Будет В районе Единбурга И начнем Его Обстреливать Да Следующим ходом Только он доберется Видимо Так что Ну У меня Достаточный Кулак Для Захвата Города Сейчас будем Уничтожать Арбалет Успею Или нет А еще Видите А нет Все таки Он успел Пикинера убрать Жаль Смотрите Пикинер Он на последнем Издыхании Напал на моего Длинномечника И Пикинер погиб Не смог Все таки Никола Длинномечника Уничтожить Окончательно Так да Передвигаем Требушет Не хочется Мне просто Сейчас Передвигать Чтобы сразу Его Эдинбург Обстреливал Но Че ждать Уж В принципе Можно уже Начинать Захватывать Город Моего соперника Не осталось Практически Юнитов Вот он В городе Построил Или купил Пикинера Я не знаю Не вижу На последнем Издыхании Арбалет Ну может Где-то еще У него там Арбалеты Лечатся Внизу Внизу И Правее Я просто Не вижу Но Ну видите Он убрал Пикинера Чтобы его Видимо Не обстреливали Крепости И будет Наверное Пытаться Следующим Ходом Уничтожить Моего Рыцаря Чтобы И Заодно Пикинер Заодно Генерала Захватить Ну Надо Генерала Отвезти Наверное Куда-то Тогда Чуть Чуть Вбок Чтобы Не Влиял На него А Ну Мой Соперник Сдается Ну Что ж Это Была Сложная Игра Игра Согласитесь Вот На данный Момент Я вижу Два Споловины Часа На Временной Черте Так Долго Я вам Дуэли Еще Ни разу Не Рассказывал Что Я могу Сказать Очень Классический Случай Противостояние Воли И Традиции По Поводу Моего Соперника Ну То есть Мои ошибки Вы видели Сами Я их Вам Показывал То есть Общая Расхлябанность Потеря Концентрации Ну Не всегда Соображал Верно Это было По поводу Моего Соперника Могу сказать Что у него Было Очень Классное Место Для игры Через Традицию Действительно Очень Классное Его ошибка Была в том Что он Играл Одним Городом Если вы Помните В той игре Где я Проиграл Соперник Играл Тоже Через Традицию Но он поставил Три или даже Четыре города И он Мог Строить Юнитов Все равно Меньше Чем я Но У него Получалось Все таки Сдерживать Мой натиск И После нескольких Моих ошибок Я уже Не мог Восстанавливать Свои Войска Так быстро Чтобы Его Уничтожать Чтобы уничтожать Его юниты Но В данный Случай Видите Один город Все таки Недостаточно Силен Чтобы поддерживать Производство Юнитов На должном Уровне Во первых Во вторых Когда он Захватил Неаполь Ему надо было Удерживать Неаполь А не Нападать Потом на Равенну Потому что Неаполь В данном Случай Главная Стратегическая Точка Благодаря Во первых Его влиянию На Крепости Во вторых Потому что Он держит Проход К Эдинбургу Поэтому Потеря Неаполя В итоге Когда я смог Сконцентрировать Удар на нем И захватить Обратно Это Самый главный Стратегический Просчет Моего соперника Ну вообще Была интересная Игра Конечно Очень Я такой Стресс Получил Из Быстрого Клика Моего соперника Я даже Вообще Не успевал Ничего делать В данном Компоненте Он меня Намного Быстрее Ну а что тут Поделать Не тормозить Жиму Специально Чтобы Мне было Легче играть Правильно То есть Тут Чисто Мои проблемы Никаких Претензий Все В следующей Партии Вы не Поверите Я играю С Джи В общем С тем Сингапурцем Ой Китайцем По моему Китайцем Который Обыграл Меня Уже В этом Турнире Он сам Проиграл В полуфинале И вот Сейчас Мы с ним Встретимся В игре Лузеров Вы слышали Лешу Халецкого Канал Леша Играет Подписывайтесь Спасибо Что досмотрели До конца Играйте В умные игры И еще раз Напоминаю Что все Комментарии С результатом Этого матча Будут стерты А комментаторы Забанены Спасибо За понимание Спасибо